Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал «Доктор Скачко». И в этом видео вы узнаете 6 способов, как приготовить имбирный чай, чтобы вылечить дисбактериоз кишечника в домашних условиях. Причем вне зависимости от его давности. Я расскажу, как подобрать самый лучший способ лечения дисбактериоза в домашних условиях имбирным чаем. Также вы узнаете, что делать, если у вас есть сопутствующая вегетососудистая дистония. Тоже есть свои нюансы. А также узнаете, кому имбирный чай противопоказан. И лечить таким способом дисбактериоз кишечника у вас будет рискованным занятием. Итак, что мне нужно? Для этого нужно будет имбирь и 3 секретных ингредиента, которые в свое время появятся в имбирном чае. И начну я готовить имбирный чай с яблока. Во-первых, нужно удалить кожицу. Я уже удалил кожицу. Выбрал специально зеленое яблоко. Это для тех, кто хочет лечить дисбактериоз и веритососудистую дистонию одновременно. Более эффективно. Зеленые яблоки в большей степени помогают вам бороться с высокой вязкостью крови. Также обязательно я удалил шкурку. По двум причинам. Во-первых, блеск выдает, что на шкурке есть воск. А воск прекрасно всасывается в кровь благодаря желчи. Вне зависимости от того, есть у вас желчный пузырь или нет. И нарушает работу печени. Поэтому шкурку нужно защищать всегда. Более того, шкурка, сколько бы вы ее не жевали, она как бритва. Работает по отношению к слизистой оболочке желудка, кишечника. И вы всегда будете таким способом ухудшать работу пищеварительности. Поэтому яблоко должно быть обязательно очищенным. Далее, что мне нужно. Выбираю терочку. Я возьму вот эту грань. И буду измельчать яблоко для имбирного чая. Нужно примерно 2 чайных ложки яблочного пюре. Для того, чтобы приготовить примерно 200 грамм, 200 миллилитров имбирного чая. Обязательно очищается только мякоть. Косточки остаются в яблоке. Косточки не нужны. Синильная кислота вам, я думаю, не нужна. Ну вот, яблочное пюре готово. И очень важный момент. Очень важный момент. Что я делаю с яблоком? Я его отжимаю сок. Сок мне в данном случае не нужен. Мне нужен жмых от яблок. Я его удалил. И теперь помещаю его в чашку, где будет завариваться имбирный чай. Второй элемент. Второй секретный ингредиент, который должен быть. Это обычный чеснок. Примерно один зубок на такую порцию. И дальше я делаю с чесночком примерно то же самое, что и с яблочком. И чесночок. Попадает в ту же комбинацию. Что делаем дальше? А дальше, конечно же, имбирь. Что? Терка мне уже больше не понадобится. Что делаю? Перемешиваю. И очень важный третий ингредиент, который поможет быстро и правильно извлечься биологически активным веществом. Это сахар. Количество примерно чайная ложка. И перемешиваю все ингредиенты вместе. Почему именно так? Яблочные пектины прекрасные сорбенты. А яблочный сок в данном случае на микрофлору кишечника, конечно, влияет. Но количество не сработает. Поэтому я удалил сок осознанно яблочный. Вы можете его выпить, пока имбирный чай готовится. Сок можно выпить. Он находится в отдельной посуде. И очень важно, чтобы сахар растворился. И за счет осмоса он поможет извлекать биологически активные вещества из всех трех ингредиентов. А яблочные пектины прекрасные сорбенты. Прекрасные адсорбенты эфирных масел и других действующих веществ из чеснока и из имбиря. И в данном случае очень хорошо все это масло пойдет по кишечнику. И вы получите реально здоровый имбирный чай. И это первый способ, как приготовить имбирный чай. Для того, чтобы вылечить дисбактериоз в домашних условиях. Что мне теперь нужно? Мне теперь осталось только добавить воды. И подождать, пока имбирный чай настоится, остынет. В этом случае первый рецепт для лечения дисбактериоза имбирным чаем в домашних условиях готов. Другие рецепты. В зависимости от того, насколько у вас давнешний дисбактериоз. Нужно использовать разные грани терки. И если у вас свежий дисбактериоз. Например, вы прошли курс лечения антибиотиками. Лучше использовать измельчение всех ингредиентов на этой терке. Если у вас уже дисбактериоз месяц-два. Ту, который я показал. Если у вас запущенный дисбактериоз. Вы его месяцами, а возможно годами пытаетесь вылечить. Лучшая терка будет конечно же вот эта. А далее вы делаете все точно так же. И таким образом вы получаете еще два рецепта. Всего три рецепта. Как приготовить имбирный чай в домашних условиях. Чтобы вылечить дисбактериоз. Можно особенно при бедетососудистой дистонии приготовить несколько. Иным способом. Вы берете яблоко. Натираете на терке. Выбранной в зависимости от давности процесса. Помещаете в кипящую воду вместе с сахаром. И варите 15-20 минут. На один день порция это одно-два средних яблока. 2-3 чайных ложки сахара. И 300-400 может быть 500 миллилитров воды. Варите 15-20 минут. Далее за это время у вас яблоко. Пектины яблока успеют желироваться благодаря сахару. Далее огонь вы выключаете. И добавляете измельченный чеснок и имбирь. Вы получаете вновь еще три способа лечить дисбактериоз кишечника в домашних условиях. С помощью имбирного чая. Второй способ более предпочтительный. Вот эти три способа более предпочтительные. По той простой причине. Что в большей мере влияет на вянскость крови. Особенно если вы используете зеленые яблоки. Они самые лучшие в этом вопросе. Они в большей мере влияют на окислительно восстановительный потенциал крови. Это один из интересных факторов для снижения ее вязкости. Кому такой имбирный чай может быть противопоказан? Безусловно если у вас есть активные проявления панкреатита. Если у вас хронический панкреатит в ремиссии уже много лет. В этом случае имбирный чай можно использовать. Но если у вас хронический панкреатит в состоянии устойчивой ремиссии. Или в состоянии обострения. То конечно же имбирным чаем лечиться вам не нужно. Это очень опасное занятие. Которое может легко увеличить степень обострения воспалительного процесса в поджелудочной железе. И создать угрозу для вашей жизни. Поэтому в этом случае вам нужно использовать иные средства. Лечение дисбактериоза. И возможно какие-то рецепты вы можете найти уже на моем видеоканале. Десятки видео относящиеся к системе лечебного питания. Лечебной кулинарии. А также сотни видео на тему здоровья и активного долголетия. Которые можно найти. Найти там полезную для вас информацию. И с успехом использовать для вашего здоровья. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Подумайте как использовать эту информацию для своего здоровья. Можете поставить лайк на это видео. Можете отметить свое мнение в комментариях. Возможно что-то было непонятно мной сказано. Вы какую-то информацию поняли не до конца. Не вопрос. Пишите комментарии. По мере возможности буду на них отвечать. И каждый следующий зритель моего канала получит еще больше информации для своего здоровья. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!